Праздник весны чувствуется во всем, говорят, на предприятии. Мужчины дарят больше комплиментов, да и само настроение, несмотря на погоду, уже весеннее. Ну, праздник, есть праздник. Это весна, это солнце, это хорошее настроение. Ну, в общем, как-то душа молодеет в этот праздник. Ну, пользуясь случаем, хочется, конечно, поздравить всех женщин нашего завода, потому что очень много женщин у нас работает с таким светлым женским праздником. Желать, прежде всего, здоровья крепкого, семейного благополучия, счастья, блеска в глазах, молодости. Ну, в общем, быть любимыми и быть счастливыми. Ирина Черкова на пивзаводе 10 лет. Говорит, годы пролетели как одно мгновение, потому что и работа нравится, и праздники проходят с огоньком. Коллектив, который характеризуется взаимоуважением, сотрудничеством, взаимопомощью. И руководство замечательное, которое стремится всегда к модернизации производства, стремится ввести что-то новое, улучшить, улучшить благосостояние людей. Знаете, предела совершенства совершенно нет. Если завод, который останавливается, не проводит реконструкцию, не вводит ничего нового, он просто не будет существовать. Сейчас на минуту нельзя останавливаться. Ну, вот завод наш сейчас соответствует всем нормам, ну, как сказать, лучшим заводам. Лучший завод – это и ассортимент, и качество продукции, и пополнение бюджетов различных уровней, что тоже немаловажно. Хотелось бы отметить, что наши акцизы, уходящие в областной бюджет, идут не только на развитие нашего города, они идут и на область. Акцизы, ассортимент, технологические процессы – это все рабочие будни. Но в весенние дни все ждут сюрпризов и поздравлений. И женский коллектив завода пивоваренной Маршански не исключение. Да, наши Игорь Анатольевич и Андрей Анатольевич – очень хорошие вообще люди. Всегда помогают, в любой момент, когда придешь, всегда помогут они вообще, всегда просто. Главный подарок для Юли – цветы. Это от мужа. Ждут поздравлений и от мужской части коллектива. Как нам сказали по секрету, сюрприз уже готовится. Какой? Это сюрприз. Ольга Усова, Андрей Щербаков, Область новостей.